Батареи совершенно холодные, как можно так быть? То же самое в ванной и на кухне. Можно пройти, посмотреть. Батареи действительно холодные, и горячей воды тоже нет. При этом за окном минус пять. Люди кутаются в несколько свитеров и греются в включенной газовой плиты. Самое удивительное, что с холодными батареями после официального объявления начала отопительного сезона жители сидят не в первый раз. За ноябрь месяц отключали где-то пять-шесть раз. Точно я не помню, но чётко знаю, что пять раз. Отключается отопление до 6.00 и до 22.00. Также отключается и горячая вода. Но она отключается с 8.00 и до 19.00, 18.00. Обращаются, куда мы только не обращаемся. За 38 лет жизни в этом доме такое впервые, говорят люди. И страдает не только многоэтажка, но и соседняя школа и детский сад, в которые, по словам жителей, они не водят детей. Соседи, как рассказывают люди, уже готовы перекрывать пекинку, чтобы обратить на проблему внимание. У меня внучок учится в первом классе. Сегодня в школу он не пошёл из-за того, что отключили утопление. Садик тоже детей не водят. А сейчас идёт эпидемия. Дети болеют, идёт эпидемия. И ещё отключили утопление. Нужно думать о будущем молодом поколении. Больше всего жителей замерзающего дома интересует вопрос, почему коммунальщики не занялись трубами в тёплое время. Ведь, как им объяснили, на теплосетях сейчас не авария, а плановый ремонт. Этот вопрос мы переадресовали во Владимирской коммунальной системе. Именно эта организация отвечает в нашем городе за магистральные сети и за разводящие. В соответствии с проектом, все монтажные работы должны быть завершены 30 ноября. Чтобы не оставлять жителей без отопления и горячего водоснабжения, во время реконструкции теплоноситель подаётся в дома по старой схеме. Таким образом, ограничения предусмотрены только на несколько часов, на время технологических переключений. Как видите, из письменного ответа Владимирских коммунальных систем совершенно неясно, почему работа проводится именно сейчас, за неделю до наступления зимы. Хоть коммунальщики извиняются за предоставленные неудобства, но жителям от этого теплее не становится. Они надеются, что прокуратура разберётся, насколько добросовестно данная ресурсоснабжающая организация исполняет свои обязанности перед владимирцами. Константин Миронов, Александр Мажаров, 6 канал.